внимание а на улице-то дубак и пока еще вставать пол сто тяжеловато время шесть на улице прям говно очень-очень-очень-очень очень плохая погода там уже кашка почти готова очень холодно просыпался ночью от того, что действительно очень дубач и муки ебаные муки вот туда у меня идет волок вот туда как думаете, почему я стою вот сюда? потому что лесу п***ю, как я хочу его пилить и как обычно на целый на полноценный один волок не хватает расстояние ну то есть вылета естественно не хватает и появляются вот такие вот островки которые я сейчас пытаюсь выходить что я обычно делаю я выхватываю вот так вот хлыстами выхватываю и потом их там крижую блин, падает крижую то есть вот эти вот мелочи что-то сейчас нужно вытащить туда, на этот волок ну что? там я все закончил там где был где начинал утром приехал добивать вот этот кусок который вчера боялся пилить потому что не знал где визира идет сейчас, кстати говоря пойду ее проверять где она ну и замеры, как обычно 6.11 6.13 6.13 где-то что-то шумит вот такие у нас здесь пустыри вот там висит вот она висит это вязочка ленточка какие-то следы хули вообще удивляться да? приезжаешь в лес и такой о бля следы бля кто-то ходит бля следы то же самое что тебе домой пришли о бля какой-то человек бля смотри бля диван он здесь спит по-своему чисто ну судя по всему так и сделано да вот лента вот там лента значит они туда и идут все правильно как я приблизительно думал по крайней мере но я думал что угол сильнее и что я могу зайти а на самом деле угол вот туда идет а я пилю в ту сторону то есть мне осталось там пропилить тот кусок темный с этими маленькими елочками и потом начинать отсюда либо отсюда выезжать на выход что глупо по идее делать лучше наверное все таки начинать оттуда там где я показывал кусок у визиры и двигаться наоборот в эту сторону наверное так и буду делать да скорее всего к сожалению приходится выезжать у меня тут уже 6% я естественно там то что хотел не допилил так что пока буду ждать соляру за солярой нужно будет ехать я потеряю говорил уже часа два как минимум потеряю я думаю потому что еще оказывается там вполне возможно что ее и близко не подведут то есть нужно будет дальше чем обычно ехать так что пока у меня вынужденный выезд время 11.35 тот самый час на который я хочу удлинить смену уходит в никуда потому как время пол третьего а я ну еду сейчас только в лес потому что ездил ну все это время потратил на поездку за солярой то есть сейчас нужно как можно быстрее то есть жрать нужно было яичница 15 минут максимум и сейчас нужно единственное что спасать появилось солнце ну то есть в общем немножечко подрастянуло и поэтому наверное будет поприятнее пилить сейчас нужно допилить этот кусок по крайней мере то что рядом с визирой и я позебал ну все да сейчас ну как все блядь сейчас надо еще все свои стандарты шприц блядь масло дрова еще нужно же постираться постираться и сушить потом еще где-то блядь а на улице дождь идет ну то есть прям нормальный такой дождик идет глушитель да нормальный такой дождик и то есть ну в самом вагоне все время сыро я уже смотрю вот на эту перекладину сзади может быть на нее вешать и на работу с собой брать сушить белье и там невозможно на самом деле сушить ничего потому что воняет солярый у меня все шмотки постельное белье все провоняло сейчас нужно еще и помыться я вчера помылся сегодня чувствую сегодня так жарко было немножко солнышко было надо будет помыться световой день мне уже не столь важен потому как я делянку закончил почти завтра там осталось буквально копейки то есть сейчас ее нужно грамотно вывести как можно быстрее и все то есть в общем проблем уже именно с тем что ложиться спать там нужно пол десятого уже стараться ложиться спать с этим уже нет то есть сейчас уже можно там пол одиннадцатого спокойно хотя вот есть режим уже то есть в 6 просыпаться, вставать свободно в 6 уже нормально, то есть в пол 6 еще тяжело, то есть по идее лучше бы его удерживать в этот режим. Завтра буду уже стараться вытаскивать лес, начинать и там до 3, до 3, тяжелое, но припопа. Посмотри, я там один, значит, и собрал, испилил и для тебя это все снимаю, чтобы ты посмотрел, а ты даже подписаться не можешь. Смотри, просто столько человек сейчас смотрит этот канал без подписки, вот видишь, подпишись, для тебя это ничего не стоит, а меня это сильно поддержит, давай. Всем здорова, второй этап начинается, моя работа, второй этап, нужно теперь все это собрать. Тут куча штабелей, поэтому нужно будет сейчас искать еще место, куда мне все это приложить, потому что моего леса здесь действительно будет тоже немало, нужно будет искать место. Ну, в общем, начинаем, поехали. Тренировать! Пришлось сделать, немножечко изменить заезд делянку, то есть пропилить еще один. Вот, блин, ну как, я даже показать не могу, как мне вот с этим всем работать. Здесь уже все разбито в очень глубокие колеи, в этой стороне вот здесь таскали ребята. Я пробил здесь еще один, здесь было чуть побольше растительности под себя сложить, чтобы, то есть я здесь пробил сейчас, и выход будет немножечко получше. А вот мое максимальное расстояние от релевки, ну, будет, наверное, там вот еще есть лес, там будет, наверное, 620, как-то так. Начинаем, и получается, что будет, да, 620 это максимально, где-то, наверное, будет, ну, в среднем будет, наверное, метров 500-600, что-то самый длинный волокол с таким большим поворотом, а тот самый уголок, который я допиливал, запилить, вот, то есть я сюда заезжал очень далеко. Посмотрим, леса лежит, сейчас проезжал, так прям, ну, уже с точки зрения фарвардера, с потрудок, потом леса, да, хуй, е. Ко всему этому длинному расстоянию добавляется еще и то, что постоянно идет дождь, и очень сильно все, ну, размыло, и он идет прям очень тяжело. Сейчас вот замеряем, 9.58, прямо сейчас я выезжаю за телегой. За телегой, сейчас под замеряем, сколько уходит у меня времени на одну телегу. 10.05, я на месте, сейчас начинаю загружаться. Вот я подъехал, на месте, начинаю, сейчас у меня вмеченый лежит, начинаю загружаться. 10.10.15. 10.15. И вот, загружено. Но, грузился пилотчик, поэтому, в общем-то, быстро. Заебался, разгружаемся. В итоге перегрузился, и 10.33, а я только перегрузился, так что эту фотку, наверное, считать. Некорректно будет ее засчитать. Попробуем не застрять в следующий раз. 10.39, разгружаемся. Чтобы действительно, объективно замерить, сколько уходит на одну, на одну, ну, сколько времени уходит на одну телегу, нужно, на самом деле, все вообще условия соблюсти, нужно все, еще и, грубо говоря, все изменения нужно смотреть. Потому что, пока я разгружался, я уже, вот, сейчас, в следующую, за одной телегой съездил. Пока я разгружался, мне позвонил мой друг, и, то есть, я не смог потом записать еще видео, когда я загрузился. Там было 47 минут, когда я загрузился. Сейчас уже 11.20, и я еду с очередной телегой выехал. И, грубо говоря, нужно будет, вот, чтобы прям чисто, нужно будет сейчас, вот, наверное, сейчас, давайте попробуем на следующей тогда. Хотя, я не знаю, вот, но, может, это опять произойдет, я фигурно знаю. Замерил одну телегу, в 10, ой, в 11.33 я выехал, и в 12.13 я закончил только что разгружаться. То есть, 40 минут все равно будет уходить. Тут, как бы, такой фактор, то есть, получается, я гружусь пиловочником, поэтому это быстро, да? Быстрее, чем, естественно, там, балансом, где мы сейчас буду грузиться. Но есть второй момент, что с грузовочником также ехать будет тяжелее, да? Хотя, если баланс, ну, плотненько уложить, то будет почти то же самое. Так что, да, 40 минут. Нужно рассчитывать на 40 минут примерно на одну фотку. То есть, приблизительно, ну, расстояние, конечно, сократилось чуть поменьше, там где-то в среднем, говорю, будет 500. Но, в общем, в среднем мы потом посчитаем в конце дня. Ну, в общем, получается, да, то есть, 40 минут придется, у нас находку нужно рассчитывать на один рейс. Время обед. Вытащил 5 телег до обеда. Получается, с утра я селезал, попилил и вытащил до обеда. И сейчас думаю, что, вот, почему удобнее, например, да, на фарвардере, там, на обед, потому что, то есть, в любом случае приезжаешь, да, ты можешь просто выйти и пообедать. На хорвеселе же нужно ехать сюда, в этот, ну, то есть, это довольно далеко, с учетом того, что там где-то в дальнем конце, ну, 600 метров. Далековато, и поэтому, думаю, чего? Если бы я брал с собой контейнер, а он у меня с собой есть, то есть, нужно было об этом подумать, да, то на сегодня, утром, на сегодняшний час я бы точно уже не ездил, да, в счетом того, что я до этого сэкономил, то есть, я бы точно не ездил. И опять же, если бы я не ездил за столярой, ну, там понятно, что нужно в любом случае, но, как минимум, если бы я с контейнером замутил бы, хотя бы на один день замутил бы с контейнером, то я точно вчера бы уже все закончил, сегодня бы уже не стоило бы ехать. 20 минут по ха-хау. А что это за погода? В каждой в натуре 20 минут меняется погода. Офигеть. Смотрите, что подумал. Система автоматического отключения вот этой топливной заправки, да, судя по всему, не завязана через CMC, там какой-то прямой, наверное, датчик, который отключает просто подачу тока в мотор просто, да, и все. То есть и прекращается. Представьте, чтобы там все было в одной системе, да, и ты бы такой, ну, то есть система, да, и оператор, ты такой подходишь, то есть начинаешь такой, ага, открываешь крючку в баке, она говорит, я сама, я сама, я сейчас все сделаю сама, уйди, все. Ты иди отдыхай пока, я сейчас сама все сделаю, иди, блядь, мне может тогда посмотрю хотя бы из кабины на процент. Говорит, я сама все сделаю, все, иди, иди, все, все, ты свободен. Ты сидишь просто, ну, я бы хоть просто так поглядывать было, но проценты мало ли, что. И вы знаете, да, что у этих же, ну, у этой же системы по CMC есть перелив топлива, то есть когда много. И она такая, типа, ну, все, 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 заебись, все, заебись. И в один момент она такая, блядь, вот я из-за тебя сейчас проебала. Пи, пи, перелив топлива, блядь, я тебе просто, я тебе говорю, давай посмотрю. Да я из-за тебя и проебала. Это штабель, ребят. Вот там мой штабель. Вот это. Он явно корявый, ну, по сравнению с ними точно. У них прям нормальный штабель. Ну, вот у них ровнее видно, не знаю, видно, не видно. Ну, короче, у меня хуже, точно хуже. И я говорил уже, что я не особо за этим наблюдаю. То есть нормально, ну, для погрузки нормально. Не вон не ближний, а там чуть подальше. Нормально. Значит, что в порядке. То есть, что хотел сказать по этому поводу, интересно. У меня, ну, в Уолка была такая история, что там был небольшой штабель баланса. Четверый. И меня попросили его выровнять. Я сейчас объясню, в чем дело. Там должен был приехать. Сам, сам, сам. И мне сказали, типа, вот там один штабель. А он вообще последний штабель, представьте. То есть, прям вот небольшой штабелек леса лежит. Он прям вообще последний. Все, больше ничего нет. Но только он лежит, и все, куча такая на терминале. Мне нужно было его выровнять. И чтобы его выровнять, я взял, как его называется, торцеватель. Тут, там, я показывал, там, да, что такое торцеватель. Тот самый торцеватель, я взял его. И, то есть, начал бить вот прямо так, ну, грубо говоря, аккуратненько. Ну, штабель не высокий был там. Примерно, может, на вагон леса, если не ошибаюсь, было. По-моему, на вагон леса и было, да. То есть, я так его аккуратно так подравнивал. И подравнял до того, что это, ну, стал идеальный прямоугольник со всех сторон. Ну, насколько это позволял, позволял разбег между сортиментами, естественно, да. Ну, я имею в виду в длине. То есть, в общем, это был просто идеальный, блядь. Он со всех сторон был, блядь. Ну, вот прям все, круто было. Он как на картинке такой, да, штабель лежал. Но это понадобилось, там, не знаю, там, в час времени, наверное. Я не помню точно. И это нужно было для того, чтобы, грубо говоря, это все, ну, как по волковским меркам, выглядело красиво. Но дело это в том, что через, там, может быть, пару часов, по-моему, еще до прилета, самого, короче, мне сказали, Леха, иди загружай его в вагон на. То есть, я там ебался, его там что-то выравнивал. Ну, блядь, час вот, как раз, наверное, времени. Я что-то выравнивал его, делал его идеальным. Мне он сказал, блядь, Леха, иди загружай его на вагон, типа, все, можно грузить его. И как бы, блядь, вообще, непонятно хуйня я вот это вот делал. А че это у нас вот такое? А че это? А че это, а? Гусянка, что ли, ебнула? Вот так еще ебнула-то. С места бгоэшествия сам Алексей госкажет действия по узгонению, а я пойду газ ведусь, так как недовольна своим мужем. Он тупой пиздеец. С рубрикой извлекаем пользу из-за волка. Опачки. Нихуя мне не убрать тракт, ну, тот я убрал. Ставлю другой, почему? Потому что расстояние большое. Порвал цепь. Сегодня мой день рождения. Я не первый уже год. Ну, не подряд, конечно, но просто не первый год. Ну, не один раз точно уже встречался в день рождения в лесу. Но в этот раз вообще прям один еще интереснее опыт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова